МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ух, вот этот контент сменился. Всем привет, ребятки. Да, снежный контент. Но сегодня мы вас пропитаем летом, солнышком, морем. Ведь именно в этом выпуске мы подведем большие итоги нашего большого трехмесячного путешествия по Таиланду. А еще, ребяточки, обязательно досмотрите выпуск до конца, ведь в конце выпуска будет ваша любимая рубрика. Сколько же вообще денег у нашей семьи ушло на такое путешествие трехмесячное по Таиланду? Да, сейчас тайцы шлепают в паспорт штамп 3 месяца. Мы воспользовались этой штукой и улетели в Тай. Три месяца прошло, мы сейчас здесь. Итоги подводим. Лайкосики, комментарии. Погнали, ребята. Итак, наш маршрут. Бангкок, Паттайя, Хуахин, Чумбхон, Фукет, Краби, Самуи, Чумбхон, Хуахин, Паттайя. Наш состав. Насенька, Славян, Артемка, Родион, Мирошка. Наш конь. Тойота 23-го года. Наши даты. Ноябрь, декабрь, январь. Но на самом деле этот выпуск очень важно начать с предыстории, а именно с 2019 года. Впервые 5 лет назад у нас возникла идея, что мы хотим зимовать в Азии. Но эта идея возникнула как раз накануне начала пандемии, всех этих масштабных мировых изменений. Что, конечно же, не дало нам возможности улететь в Таиланд. И это осталось нашей такой мечтой. И когда мы уже побывали на Шри-Ланке, поняли, что такое Азия, да, как, что она из себя представляет. Мы хотели для себя попробовать более попсовую Азию. Да, мы хотели... Тем более соседская собака была в Таиланде, а мы еще нет. Да-да-да-да-да. И мы решили, что надо посмотреть. Тем более вот в тот момент, когда мы думали лететь, не лететь в Таиланд, новый визовый режим вводит и говорит, что всем русским туристам ставят штамм 90 дней. Конечно, мы поедем. Поэтому приняли такое твердое решение. Сделали карточку, чтобы там беспроблемно платить UnionPay. Сделали страховочку. И собрали чемоданчики и отправились. Те, кто впервые нас видит, у нас есть классный телеграм-канал. Здесь QR-код, можете его отсканировать. Также будет ссылка в описании. Я специально для вас подготовил PDF-файл, который вы можете забрать в нашем телеграм-канале. Там будут все важные ссылки, приложения, которыми нужно пользоваться в Таиланде. Короче, такой PDF-файл, все про Таиланд. Он совершенно бесплатный. Зайдите, подписывайтесь на телегу и забирайте этот файл. Вы вот сейчас смотрите, да, за спиной контент зимний. Будут сейчас кадры с летнего контента. Естественно, будет их много. Потому что три месяца, на самом деле, такая большая история. И после этого выпуска, как спойлер, мы отправимся в новое путешествие. Мы много путешествуем и как раз сейчас собираемся в новое путешествие. И самый часто задаваемый вопрос под нашими видео это откуда деньги, на что живете, где работаете. Ну и все в таком духе. На самом деле, в наше время не понимать того, что можно зарабатывать деньги в онлайн, ну это как минимум странно. Когда у нас был мебельный магазин, половина команды, даже больше полкоманды, они работали все на удаленке. То есть на удаленке даже до такой степени, что я даже не видел никогда, как выглядят эти сотрудники. Мы просто там онлайн ставили задачу, они выполняли и все это дело там в CRM-системе было. То есть даже сотрудников не знал. И сейчас работ в интернете становится с каждым днем все больше и больше. И чем раньше вы начнете изучать рынок онлайн профессий, получать свою онлайн какую-то профессию, тем быстрее вы станете более свободным. Если вы давно уже задумываетесь о удаленной профессии, задаете себе одни и те же вопросы, то вам в помощь Мария Лебедева. Мария сама начинала с нуля во фрилансе и сейчас уже имеет 7 лет опыта в онлайн образовании. За последние полтора года она работала сотнями онлайн школ и помогла им развиться. Мария также устроила более тысячи учеников по всему миру. И цель у Марии не просто обучить и научить, а еще и трудоустроить абсолютно каждого ученика. Ведь на самом деле это очень важно. Ведь выучиться и получить новую профессию это в принципе не так-то сложно. А вот трудоустроиться, вот это уже сложно. И как раз Мария помогает. Так что ребятки не упустите свою возможность, регистрируйтесь на совершенно бесплатный мастер-класс от Марии, чтобы узнать как можно больше о профессии, которая не привязана к дому, не привязана к каким-то оффлайн точкам и к времени. А еще всех участников ждет совершенно бесплатный чек-лист, который поможет очень быстро стартануть в онлайн работе. Ссылка там, а мы продолжаем собираться в новое путешествие. Переместились где потеплее в такую свою же студию. Ну и на самом деле с чего начинается новое путешествие? Это конечно же с покупки билетов. Берем целых 5 паспортов и начинаем покупать билеты. Цена билетов в обе стороны нам обошлась в 360 тысяч рублей. Ну давайте, удачного полета. Из перелета в Таиланд мы сделали настоящее путешествие, потому что мы разделили этот рейс. Мы летели через Оман. И в Омане гуляли 15 часов. Там брали машину, гуляли, спали на набережной. В общем, выпуск глядите. Ссылка будет в описании. Наше трехмесячное путешествие по Таиланду началось со столицы. С Бангкока. Путешествие по Бангкоку заняло у нас какие-то считанные 4 дня. Но нам важно было посмотреть столицу и погрузиться в настоящую культуру тайцев. Мы в Бангкоке. После Бангкока мы отправились в Паттайю и остались там на месяц. Почему на месяц мы уже об этом говорили? Потому что мы хотели привыкнуть к климату, адаптироваться так, как мы с детьми. Нам нужно было время, чтобы привыкнуть к еде, к климату и так далее. Вечером вообще просто полная посадка. Вот это да. Для жизни на месяц в Паттайе мы выбрали район, который называется Протамнак. И мы жили прямо на границе Джамкиен и Протамнак 6 минут до моря. И считаем, что это лучший райончик, который мы все-таки выбрали для жизни. Мы прямо не пожалеем. Квартира в Паттайе нам обошлась в 1000 долларов. Плюс мы заплатили при выезде еще коммунальные услуги, такие как свет. Мы отдали за почти 500 киловатт 2360 батт. Кто-то писал, что это дорого, вы переплатили. Кто-то ничего не писал. Но учитывая нынешние цены в Тае и посуточную аренду, а у нас она именно такой была, мы далеко не переплатили. Потому что суммарно на жилье по Таиланду у нас ушло за три месяца. Говори, я отвернусь. 250 тысяч рублей. Продолжим. Мы не можем без машины, но целый месяц мы просидели без тачки. На самом деле просто в Паттайе все очень развито. Есть какие-то там тук-тук, как они правильно называются? Санктэо. Местные маршрутки есть. Вот эта штуковина. И с такси нет никаких проблем, можно добраться до любой локации. Но потом, учитывая, что мы хотели проехать весь Таиланд, как мы говорили в начале, мы взяли машину. И делаем первые метры на нашей машине. Как вам эта машина? Пишите в комментариях, ребятки. Мне кажется, дизайн у нее вообще прикольный. Забегая вперед, хочу сказать, что по всему Таиланду мы проехали почти 2500 километров. Это за два месяца, между прочим. Как вам такой результат? Пишите в комментариях. Месяца в жизни в Паттайе нам, в принципе, хватило, чтобы сложилось впечатление об этом городе. Вопреки всеобщему мнению о Паттайе отдыхающих, что это курорт для разврата, это курорт для стариков-пенсионеров. Я хочу сказать, что для детей этот курорт тоже подходит. Если вы возьмете в аренду машину, то вы с легкостью можете съездить на классные пляжи. Они там есть. Пляж, например, танцующей девушки, на котором мы были, нам он очень понравился. Либо вы можете съесть на остров Кулан. Вот нам на ближайшее поедем на 11, потому что тут вообще отправляется в 12. Сели мы на самом деле не совсем удачно. Пока сейчас доплывем, я уже весь обгорю. Приплыли, пойдемте. Вот эти вот два пляжа, они самые грязные. Ну реально, вот мы прям смотрим и прям расстроились. Какого хрена столько мусора? Очень удобно взять байк, 450 бат стоит. Чуть не забыл вам рассказать про наши новые стулья, на которых мы, собственно, и сидим. Как вы чуть ранее могли заметить, эти стулья от наших друзей магазин Roadlike. Приходят они, значит, вот в таком вот состоянии. Целлофан. Вот так без целлофана. Как вы можете заметить, мы заказали два стульчика. Синенький и зелененький. Давайте посмотрим, как они собираются и что вообще внутри. Мне очень понравилось, что теперь у стульчика будет свой чехол. И обратите внимание, насколько они маленькие в складном состоянии. То есть, места не будут занимать почти совершенно. Итак, раскрываем сумочка. Дальше у нас идет сам стул и металлический каркас. Далее собирается каркас. Каркас собирается очень легко. Вы можете заметить, сами эти прутья, они сами туда встают самостоятельно на свои места. Не нужно совершенно никаких усилий. Собирается все прям вот очень легко. Наш каркас готов. Теперь на сам каркас надевается, собственно, сам стул. Остается накинуть на эти два прутья. Ну что же, наш походный трон готов. Давайте попробуем на него сесть. Вот так вот. Мне очень нравится вот этот эффект, что можно немножко покачаться. Знаете, когда сидишь так на берегу моря, залипаешь на закат, это прям идеально. Еще мне нравится, что здесь есть подушечка такая, очень удобная. И то, что спинка прям до самой головы. И действительно можно вытянуть ноги и вот так вот полежать. Также здесь есть кармашек под какой-нибудь стаканчик. Естественно, ребятки, традиционно ссылочку на магазин Ротлайк я оставлю там в описании. Переходите, приобретайте товары и путешествуйте с комфортом и стильно. В Паттайе много развлечений для детей. Есть аквапарк, да, прекрасный, в который мы ходили, Рамаяна. Ой, как стрёмно, ребята. Какие эмоции будут в лесах, как Рамаяна. В общем, подводя итоги про Паттайю, хочется вот прям подчеркнуть, что если вы выбираете для 10-дневного отдыха этот город, то мы бы не рекомендовали. Если вы хотите сюда поехать на 3 месяца, на 6 месяцев и так далее, ну, так сказать, либо полностью перезимовать, либо релацироваться, и у вас есть дети, то наша, конечно, рекомендация, потому что вы там с детьми точно не заскучаете. Ну и главный плюс, и самый главный Паттай, который мы для себя выявили, это самые низкие цены из всего Таиланда. И большой выбор всего. То есть там развито всё абсолютно, и на всё это хорошие цены. Мы набрали в дорогу немножко с собой фруктов. Вообще хорошие цены здесь, хорошие фрукты. Посмотрите, сколько всего вышло. На 350 бат. Мы сейчас нададим 350. А, 450 бат. Ну, грубо говоря, там тысяча с копейками. Здесь просто килограмм всего. Вот мы частично возьмём с собой в дорогу. Посмотрите, что творится. Ещё и нам поесть хватит на два дня, пока мы здесь ещё и с собой взять. Здесь просто килограмм 10 всего, представляете? И всё на 450 бат. Да. Всё, ребята, мы заселились. Для второй своей остановки в Таиланде, чтобы пожить, посмотреть, мы выбрали город Хуахин, потому что нам его очень много кто рекомендовал в комментариях. Да, посетите Хуахин, он не такой распиаренный. Это королевский курорт, там отдыхает царь. Король. Король. Царь. Там отдыхает король Таиланда, там резиденция и так далее. В общем, нам стало любопытно, интересно, и мы отправились в замечательный город Хуахин. Мы там провели три недели, пожили в разном жилье и облазили всю Хуахинскую область, если так можно сказать. Были много где. Там, кстати, чем понравилось, это то, что там есть серфинг. Пусть он маленький, но он там есть. И мы несколько раз брали дощечечку и пытались повставать на этих недоволнах. Недоволнах. Субтитры сделал DimaTorzok Также мы встретили там Новый год по-тайски на море с салютом шикарным. Новый год по-тайски. Новый год по-тайски. В общем, в целом, город нам очень понравился. Там не такие хорошие пляжи, чем на Пхукете и так далее, но они лучше уже, чем в Паттайе. Хуахин тоже можно выбрать для релокации на самом-то деле, потому что, в принципе, Бангкок тоже рядом. Там любую потребность можно закрыть. В самом Хуахине также есть несколько классных торговых центров, где вам тоже не будет скучно. Особенно, если вы с детьми. Как вы поняли из начала выпуска, наше путешествие на городе Хуахин не закончилось, и мы двинулись на Пхукет. Конечно, нам многие писали, что ой, зачем ехать из Паттай на машине, лететь на самолете. Но мы так-то на машине любим двигаться, поэтому мы ехали на машине, и на самом деле не зря. Благодаря путешественной машине вы можете посмотреть страну вообще с другой стороны. Мы это давно уже на себе проверили, ни в одной стране. По дороге из Хуахина на Пхукет нам удалось посмотреть прекрасную красивую бухту живописную. Мы увидели, как выглядят кемпинги в Таиланде, и успели даже переночевать в одном из прекрасных мест таких в городе Чумпхон. Мы там останавливались, ну как бы кемпинг-глемпинг, прямо на берегу моря, где мы, пожалуй, видели самый обалденный пляж во всем Таиланде. Ведь мы там были совершенно одни, и самое важное, это длиннющие пальмочки. Смотрите. Я до сих пор не понял, за что его все так любят, и чем там намазано. Добро пожаловать на Пхукет. Пхукет, конечно, это самый туристический остров Таиланда. Его очень любят наши русские туристы. Его выбирают и для релокации, но остров, он есть остров. Для отдыха, конечно, туда многие приезжают, потому что именно на Пхукете много отелей, много пакетных туристов отдыхают. И это, конечно, очень заметно в сезон, когда цены дорожают гораздо выше, чем в других местах. Жилье тоже, конечно, очень-очень дорогое. И, соответственно, пляжи все переполнены. То есть, та картинка, которую нам рисовал интернет, которую нам говорили наши зрители, писали и так далее. Мы совсем себе по-другому представляли, потому что люди его очень любят. Люди там любят отдыхать. Для них это вау-место. Но мы, к сожалению, для себя сделали вывод, что у этого острова из-за большого количества туристов просто нет души теперь уже. Он уже такой под туристов, куча пляжей, все заполнено, инфраструктура развита, все классно для отдыха. Но для нас, как для любителей дикого отдыха, для любителей безлюдных пляжей, для любителей путешествий, Пхукет показался слишком скучным. Как сказала Настенка, вот есть пакетники, а есть мы. Те люди, которые любят путешествовать. Если вы относитесь к первой категории ленивой жопы, и вы выбираете пакетный тур, и больше никуда не поедете на Пхукете, то вы будете тусоваться, скорее всего, на Карани, Патонг, куча людей, такая нашинская Анапа, можно сказать. Если вам в кайф, пожалуйста, тусуйтесь, все прекрасно. Но опять-таки, если вы из категории мы, которым на месте не сидится, то вы повидаете очень крутые пляжи на Пхукете. Они труднодоступны, но добраться можно. Мы для себя такую цель выполнили, что мы побывали на Пхукете, и побывали не просто на Пхукете, а мы пожили там почти во всех частях этого острова. Поэтому мы знаем, о чем говорим, и видели разношерстную аудиторию этого Пхукета. Но долго мы там не задержались, и мы уехали на Краби. Провинция Краби сразу зацепила нас, потому что ее природа уже сразу отличается от остального, что мы видели в Таиланде, эти шикарные горы. Здесь должна быть маркировка такая, обязательная к посещению. Очень красивая природа, необычная, уникальная, такая только в Краби. Мы вот тут смеемся, ребята пришли, видите, вот одевают маски. Я говорю, о господи, вы что здесь хотите увидеть-то вообще, вода вообще никакая. Носенка говорит, они просто боятся заразиться. Пляжи в самом Краби нет, но там очень развиты такси-лодочки, да, вот эти, которые возят на острова. Постоянно кататься и на пляже они возят. То есть сам основной пляж, он не пригоден для купания, он только для того, чтобы плыть на острова и на соседние пляжи, к которым ты пешком не дойдешь. Вот, кстати, с другой стороны, посмотрите, какой потрясный вид. Туда тоже можно дойти ногами, но вот сюда на машине не доедешь, только вот эти вот заброски. Смотри, как классно там вообще, и вода здесь изумительная, рыбки плавают. Вот здесь сейчас накупаемся. Хотите ли вы каждый день плавать на лодках, это уже тоже опять же ваше дело. Посмотреть, увидеть, посетить обязательно, наверное, да, это нужно. Поэтому мы там тоже особо не задерживались, мы там были 3 или 4 дня, да? Но несколько дней мы съездили на экскурсию по островам. Субтитры подогнали Симон. Есть еще там у них очень крутая, значит, экскурсия на лодке, как бы вглубь материка, получается. Они там по реке возят, там открываются очень тоже крутые виды, но мы туда не поехали, так как были ограничены во времени. В общем, краби ставим прям такую галочку-галочку и обязательно всех туда вас приглашаем. Добро пожаловать в ту часть материка, откуда ходят паромы, я не знаю, это сердце Таиланда, остров Самуи. Изначально мы хотели зимовать именно на Самуи, но вот мы тогда поняли, что нет, надо катнуть, короче, по всей стране. И сейчас, в конце, так сказать, нашего вот этого большого путешествия по Таиланду мы добрались до Самуи. И это просто офигенно. С первых минут, как мы попали на остров, мы ощутили вот эту энергетику и желание здесь остаться, провести там время, потому что там у нас устраивало все вообще. Он тоже очень классно развитый остров, очень много хороших пляжей. Но, опять же, погода, насколько мы знаем уже даже по Шри-Ланке, остров это всегда своя погода. Пхукет этим отличается, он очень близко находится к материку, и там сезон сухой действительно. Если вы не хотите прогадать, то именно в сухой сезон, да, вот зимний, как раз-таки на Пхукете нет дождей. А вот, например, на Самуи они есть, и мы даже успели застать и непогоду, и шторм, и дожди. Очень многие нам говорили про то, что вот на Самуи дороже всего. Черт, аз два, видели там, видели здесь. Я скажу, что самая дорогая локация вот в Таиланде это Пхукет. Я не знаю, почему у них мангустины стоят на 200 бат дороже, чем в Паттайе, но на Самуи, учитывая, что даже там паром ходит, туда нет моста, в полтора часа ты плывешь, там цены почти такие же, как в Паттайе. Так что берите себе это за основу, если вы будете опираться на ценообразование. На Самуи нет того, что нам говорили в плане завышенных цен. Ну и, кстати, по самому острому Самуи можно попутешествовать. Мы там были, в принципе, почти на всех пляжах, мы смотрели водопады, ходили на какие-то возвышенности, какие-то храмы и так далее. В общем, там скучать, в принципе, не придется, и там есть красивые закаты, что для нас тоже было важно. Если вы еще не забыли, что мы взяли свою машину в Паттайе в аренду, то нам, конечно же, в конце нашего путешествия по Таиланду надо было вернуться и сдать эту машину, и снова вернуться в Паттайю. И ради прикола мы заселились на Джамтиене. Нам писали, что Пратамнак ни о чем, Джамтиена о чем. Мы заселились на Джамтиене. Я вам могу по пальцам накидать сразу плюсы Пратамнака. Первое. Там как-то более развитие. И вот эта улица, и русский рынок. И он, кстати, получше будет, чем на Джамтиене. Мы и там, и там были. Второе. Ты пешком можешь дойти до порта и оттуда отправиться на Кулан, если нет денег, нет машины, нет байка. Ну, в жизни все бывает. Вот. Также ты можешь пешком дойти до центра Паттайи. Ты можешь дойти пешком до набережной самой Паттайи. Ты можешь дойти пешком до терминала 21. Но это при условии только, если вам нравится ходить. Но в любом случае, если вам нужна будет какая-то движуха из Джамтиена, вам нужно будет ездить, тратиться либо на такси, либо на бензин, либо на пробки. И, в общем, каждому свое, но про Тамнак для нас топчик. Ну, а теперь, любимая ваша рубрика, поговорим про денежки, которых и не осталось на момент концовки путешествия по Таиланду. Осталось последнее касание, вот так нажать оплатить. Это самые дорогие билеты вообще, которые мы когда-либо покупали. Все, у тебя осталось всего лишь 9 тысяч рублей. И это действительно так, на момент улета 9 тысяч осталось, все, больше нету. Таиланд нынче не дешевый. Да, обычно же люди привыкли говорить, что Азия, она такая дешевая, зимовать в Азии гораздо выгоднее, чем жить там где-то в холодной зиме у нас в России. Да, на нашей практике Шри-Ланка тоже Азия, и она действительно была бюджетнее гораздо и выгоднее. Времена меняются, Таиланд, он уже не такой бюджетный, он уже не такой азиатский, да, как хотелось бы нам. Здесь хочется в конце выпуска еще отметить выпуски. Это как мы летели, сколько мы потратили денег на перелет. Потом мы снимали выпуск, сколько мы потратили денег на первый месяц. А потом мы вот путешествовали, 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 катались, и поэтому сейчас будет озвучена сумма. Сюда входит и такси, и еда, и... Развлечения какие-то, жилье, бензин, там, мелочи какие-то. Девчонки. Ой, девчонок не было. Не было, это не записано. Короче, абсолютно все с начала приезда и до уезда, все там. И эта сумма, она немаленькая. Здесь еще хочется отметить такой дисклеймер, что на некоторых вещах мы сэкономили. Так как у нас есть канал, канал хороший, нас в некоторые места приглашали, так сказать, бесплатно. И мы сэкономили деньжат, но мы показали вам эти видео. Какие именно места, мы вам не скажем. Догадывайтесь самостоятельно. Но сумма все равно, блин, немаленькая вышла. Я отвернусь, а ты говори, Сума. Вот, за три месяца в Таиланде на всю зимовку, путешествия, тусовку и так далее мы потратили 1 миллион 300 тысяч рублей. Вот такие дела. Как написали нам выпуски, когда мы летели первый месяц, а что ты расстраиваешься? Скажи спасибо, что ты можешь потратить такие деньги. Я говорю спасибо. И спасибо вам, что смотрели эти выпуски и смотрите вот это. Ребятки, если хотите зимовать в Таиланде, зимуем. Мы живем один раз. Этот миллион, два, три мы заработаем и вы заработаете. Я тоже вас верю. А вот путешествия, это эмоции на всю жизнь. Так что миллион, до свидания. Дальше путешествуем. В следующем выпуске, кстати, новое путешествие. Так что подписочка, лайкосик, колокольчик. Про тележечку не забываем, ссылочка там. Все, пойдем. Нам миллион 300 отрабатывает. Все, погнали. Миллион 300 отрабатывает? Спасибо.